Ну что, друзья, давайте сейчас поговорим. У меня, кстати, вчера было очень интересное интервью. Я давала интервью такому большому, очень предпринимательскому журналу перед Новым годом прочитать. Такая интересная очень статья будет про наш бизнес, про предпринимательство, про Siberian Wellness. И мы разговаривали когда с корреспондентом. Мы с ней две вещи очень важные такие затронули. Это то, что у нас мало, в принципе, предпринимателей получают образование, причем какое-то системное образование. Так, сейчас я отключу комментарий. Мало предпринимателей получают системное образование. И мало людей, ну, они, в принципе, думают о том, в каких отраслях образовываются. И второй очень важный момент, как в нашей стране вообще, в принципе, мало предпринимателей. Вот мы про эти эти темы вчера говорили. И, вы знаете, я вспомнила еще одну переписку с топ-лидером, который я вела буквально, там, может быть, дня два с половиной-три назад, прежде чем закинуть тему эфира. Мы с ней обсуждали покупку недвижимости еще одного дома, ей на берегу моря. Вот. И обсуждали про то, что, когда я спросила, в принципе, дела у семьи, оказалось, что в семье буквально два состоятельных человека. Это она еще один родственник. И все оба этих прекрасных лидера получают доходы в Сибириан Веллнес. Все родственники, которые есть в окружении, они не получают доходов никаких. Ну, кроме, то есть, это реально самые богатые люди в роду. И более того, как бы, более младшие поколения, дети, да, они в кредитах. И если они не занимаются бизнесом в Сибириан Веллнес, то есть благополучия нет. То есть реально получается, что два человека в роду, они получают хорошие деньги, хорошие доходы, живут нужным уровнем в жизни, путешествуют, потому что они ведут бизнес в Сибириан Веллнес. И после этого я как раз подумала, что нужно закинуть вот эти две темы эфира, это образование и польза бизнеса. Вы выбрали пользу бизнеса, и сегодня мы будем говорить про это. Вот, знаете, друзья, на самом деле, когда я кидала сториз вчера по поводу того, как сильно у нас, какое сильное строение, даже строение в России, да, когда 10% россиян владеют реально 82% богатства, богатства страны. И, ну, надо понимать, да, при том, что вся остальная часть нашей прекрасной страны, ну, и, наверное, всего постсоветского пространства, она живет в совершенно другой реальности. И правда состоит в том, что вот только за последние, да, то есть у нас уже 4 года, реально снижаются реальные доходы населения, да, они перед, вот сейчас, в прошлом полугодии немножко выросли перед выборами, а сейчас опять начали рушиться. И мы понимаем, да, что треть примерно молодежи у нас не устроена, и мы понимаем прекрасно, что потребительские кредиты у нас увеличились очень сильно, они уже достигли 10% ВВП, это очень много. То есть это очень большая сумма, и россияне продолжают набирать кредиты, потому что у них просто нет выбора. И я подумала про то, как важно, чтобы мы с вами каждый божий день говорили про, прививали людям предпринимательскую культуру и понимание, что нужно заниматься предпринимательством. Понятное дело, что когда мы с вами работаем, люди все очень разные. То есть есть люди, которые там откровенно ленивые, они не готовы ничего делать, и в принципе вот эта вот постоянная бедность, это их, ну, зона комфорта, да. Есть люди, которые занимают позицию, значит, голова в песок, попа вверху, да, ну, страусы, да, то есть я предпочитаю этого не видеть, у меня ничего не происходит, но это как бы тоже их выбор. Но есть прекрасно люди, которые просто не видят перед собой путь, и они не видят перед собой каких-то других возможностей, и зачастую они просто не понимают, насколько важно, чем раньше ты начнешь заниматься образованием своего собственного капитала, своим собственным делом, тем быстрее ты выйдешь на тот уровень жизни, гарантированный уровень жизни, который тебя будет устраивать, который будет поддерживать твой стиль жизни. Я про это сейчас хотела поговорить. Вы знаете, мы сейчас начали курсы финансовой грамотности, вот первые уже провели в Казахстане, сейчас они будут проходить по всей компании, по всей России, и просто у нас тренеры, они в шоке, насколько небольшой уровень, в принципе, финансовой грамотности. У меня сейчас на компьютере, я специально готовилась, когда к эфиру, просчитывала несколько моделей. Я просчитывала модели, я взяла данные с Росстата, и просчитывала модели, например, как, сколько могут зарабатывать люди, чтобы жить на более-менее приличной, и самое важное, не быть в нищете, да, в зрелом возрасте, когда у тебя там очень мало сил, да, и, в принципе, ну и вообще пожить-то как-то хочется. И получается, что вот когда у нас идет наша средняя зарплата, и люди, вот у меня просто это перед глазами открыто, и получается, что средняя зарплата, и люди живут на прожиточном минимуме, и они имеют только одного ребенка, и у них никаких шансов сделать накопление, ну то есть в принципе никаких шансов сделать накопление. Получается, что выбираем другую ситуацию. Я начинаю, взяла другую ситуацию. Ну ладно, допустим, они не работают средней зарплатой, как большинство наших, причем зарплата это 40 тысяч, 40-40-40-42 тысяч, это такая среднероссийская зарплата. Я взяла хотя бы одного члена семьи и ввела в наш ранг лидера, то есть присвоила ему 100 тысяч дохода. Начала дальше считать по этой модели. Получается по этой же модели, то есть если у тебя есть один ребенок, ты можешь сделать более-менее какие-то накопления, для того, чтобы обеспечить себе небольшую, но хоть какую-то пенсию. То есть если у тебя появляется два ребенка, шансов никаких. Окей, после этого я расстроилась, взяла модель, ввела два лидера, что два человека зарабатывают здесь, в Сэкбеллинг Веллнес, у них какие-то доходы. Получается, что если один ребенок, ты можешь делать хорошее пенсионное накопление. Если у тебя два ребенка, то это как бы уже соусом. И надо понимать, что ты накопление делаешь 30 лет, все эти 30 лет ты живешь на прожиточном минимуме, и у тебя есть небольшой отдых, и у тебя нет никаких совершенно таких подушек безопасности на экстраординарной ситуации, которая случается у нас у всех в семьях, потому что мы все люди, мы не все обладаем лошадиным здоровьем, и если что-то случается у наших родственников, то там благосостояние падает. Получается, что если ты хочешь делать накопление более-менее приличное, чтобы у тебя был всю жизнь нормальный уровень жизни, то получается, что твой доход семейный, он должен выходить за 300 тысяч. Вот это как раз та история, про которую я вот в самом начале говорила, потому что семейный доход этих двух топливов, он превышает 500, вот этих двух прекрасных женщин в Сибириан Веллнес. То есть получается, что нужно, чтобы если мы хотим как-то с вами накопить, и более-менее прилично жить, хотя бы раз в год выбираться в отпуск, значит, наш доход должен составлять около 300 тысяч. Теперь задайте вопрос. Первый вопрос, который вот сегодня важно, чтобы вы записывали, да, и вы эти вопросы прямо ответите в посте, мне ужасно интересно, я тоже буду делиться и расчетами, и идеями по поводу финансов. Получается, что у нас с вами должен быть гарантированный источник дохода, который постоянно превышает 300 тысяч, если мы хотим сделать накопление. Три вопроса. Вопрос номер один. Как мы с вами планируем жить, когда мы, например, отойдем активно от дел? Ну вот тут есть такая формула расчета, когда, допустим, ну, по меркам российского государства, это 30-40 процентов. А, допустим, вот тех же американцев, это 70 процентов. А я вам хочу задать несколько вопросов. А как бы мы хотели с вами жить, когда мы достигнем зрелого возраста? Если мы с вами хотим, мы с вами хотим пить воду или дорогое вино вечером за ужином? Мы с вами хотим гулять в парке или ходить в фитнес-клуб? Мы с вами хотим сидеть, просиживать вечерами у телевизора? Или у нас должна быть возможность выходить в театр, посещать спортивные соревнования, вести активную культурную жизнь? Все это стоит денег. Поэтому, смотрите, вот есть такие вот несколько вопросов, таких очень хороших, я их специально выписала, вы прямо себе их сейчас запишите, они такие, ну, как бы важные очень. Вопрос первый. Как вы планируете проводить свой отдых, например? Вы планируете проводить свой отдых дома или вы планируете путешествовать? Планируете сколько раз в году путешествовать? Второе. Сколько вам денег нужно для того, чтобы обязательно поддерживать тот уровень потребления, к которому вы привыкнете во время своей активной жизни? Вы планируете, у вас есть родственники и дети, у каждого из нас с вами есть родственники и дети. Сколько вы раз планируете их посещать? Сколько будет это стоить? Планируете ли вы развитие каких-то своих собственных привычек? Потому что образование, оно стоит денег, и любые услуги, они стоят денег. И когда ты начинаешь считать вот это, получается, что последний расчет, который есть, это, ну не забывайте, здравоохранение, да, потому что мы с вами хотим классно выглядеть и долго жить, получается, что мы должны с вами к пенсии заработать столько, чтобы как-то вот примерно 130-140% дохода, приличного дохода во время активной жизни. А теперь представляете, то есть мы с вами автоматом выходим на сумму, которая превышает 400 тысяч семейного дохода. И теперь еще два вопроса. Ключевой момент. Планируете ли вы один ребенка, одного ребенка, двух или больше? И последний вопрос, а до пенсии жить-то не хочется? Ну вот классно, классно, круто, жизненно, дорого, вот разве этого не хочется делать? И просто люди не задают эти вопросы. Почему мы сейчас начали говорить про финансовую грамотность? Потому что чем раньше ты эти вопросы начнешь задавать, тем быстрее ты начнешь перестраивать реальность, не ждать ничего ни от государства, ни от работодателя. Ты начинаешь выстраивать всю собственную финансовую реальность под себя. И дальше у тебя становится очень простой выбор. Если ты являешься крутым топовым специалистом, да, за которого руки там многие работодатели выдержат, вы знаете, за талантливыми гоняются, мы с Аберином Голомес тоже гоняемся за талантливыми людьми, все гоняются за талантливыми людьми, потому что они очень важны. И хэдхантеры, которые поставляют вот таких, могут найти таких людей, они тоже очень круто зарабатывают, там несколько человек, они могут дорабатывать несколько миллионов за одну сделку. Но таких людей очень мало. И подавляющее большинство людей, оно не имеет возможности устроиться на какие-то сверху, наверное, интересные работы, да, и у них становится естественный выбор создать свое собственное дело. И вот здесь вот ключевой момент, почему я задавала тему эфира, не хотите ли вы поговорить по образованию, потому что мы с вами живем уже удивительное время, мы безунчики невероятные, да, мы живем во время, когда идет четвертая цифровая революция, четвертая промышленная революция цифровая. И для нас это время возможностей, потрясающих возможностей. И понятное дело, что мы все с вами знаем, что огромное количество профессий вымрет. Вот, и следующее, если вы мне напомните, внизу под постом, я выложу вам сколковский прекрасный атлас новых профессий, там попросили более двух с половиной тысяч экспертов по отраслям. И они говорили, какие профессии будут вымирать, и какие профессии будут появляться. Это важно, потому что у многих из вас дети, чему обучать детей. И как раз тогда получается, что если мы с вами хотим войти в этот топ, то очень важно, чтобы мы с вами начинали получать вот это образование, хорошее образование. То есть мы должны получать образование прямо сейчас для того, чтобы стать вот этим специалистом будущего. Конечно, на самом деле, ну мы понимаем, да, что там сантехники, электрики, они всегда будут востребованы до тех пор, пока инфраструктуры городов старые, вот, пока они будут полностью заменены, это люди всегда будут при работе, только при каких доходах. Не хотим ли мы делать эту работу, или мы хотим делать какую-то другую, более интеллектуальную, более творческую работу. Получается, что у нас с вами выбор. Мы или должны стать тем спецом, за кем гоняются, или должны мы основать свое собственное дело. Свое собственное дело, которое нас будет кормить, которое будет давать нам возможности, да, и которое будет нас удовлетворять. Мы выбираем, например, свое собственное дело. Да, я хочу стать предпринимательным. Конечно, я понимаю, что это моя единственная реальность, жить сейчас хорошо, и самое важное, дальше жить хорошо, потому что жизнь, она очень длинная, и мы с вами будем, вот, все, кто смотрит эфир, мы с вами, скорее всего, будем жить гораздо больше 80 лет. Те, кто собирают волосы, я думаю, что больше 100. Итак, смотрите, получается, что мы с вами хотим бизнеса. И здесь вот ключевой момент, куда мы идем, да, ради чего мы идем, и вот какие ошибки в бизнесе я замечаю, чего люди, что мешает людям становиться предпринимателями. Мешают несколько вещей. Мешают вещи, например, такие, что люди ошибаются в постановке сроков, да. Ведь на самом деле практически все, 99% предпринимателей, неважно, сетевых или линейных, они ошибаются в постановке сроков. Люди думают, что я начал заниматься бизнесом, неважно каким, и прямо сейчас у меня будут деньги, ни черта, ребят. То есть на постановку бизнеса, который будет вас кормить, выходит в среднем 3 года. То есть нужно браться терпения, 3 года ты ни черта не будешь практически зарабатывать. Ну, ты будешь зарабатывать какие-то деньги, но это не будут сверхденьги. Они будут несоразмерны тем усилиям, которые ты вкладываешь. То есть нужно настраиваться на то, что минимум 3 года ты будешь впахивать в бизнес любой, неважно какой. Вот, очень важный момент, чтобы вы понимали, сколько времени, вот в этом промежутке времени, допустим, вы выбрали 3 года, я буду строить свое собственное дело. Сколько физического времени будет туда уходить. Потому что в сутках 24 часа мы можем тратить час на бизнес, мы можем тратить 2 часа на бизнес, мы можем тратить 8 часов на бизнес, мы можем тратить 12 часов на бизнес, 14. Я хочу сказать по своему опыту, когда начиналась компания, мне был 21 год, и вот этот период, я тоже проработала первые три года очень-очень много. То есть я и сейчас очень много работаю, но первые три года это было фантастически много. То есть 21 года до 24, ну, спала, может быть, 3-4 часа в день. То есть это было максимум, потому что все это время уходило на то, чтобы поднять компанию, чтобы раскрутить компанию. И надо было заниматься любой работой, начиная интеллектуальной, заканчивая черновой самой. И то есть вот это, зато это кривая, мы выбираем с вами, какая кривая может быть. Это может быть очень плавная, да, кривая, или мы можем с вами быстро на три года поднять очень сильно свой уровень доходов. И могу сказать точно, что при таких инвестициях, с 21 год я начинала с очень небольшим количеством денег, вообще без денег, ну, с нулем, даже с минуса, то через три года все это, ну, я стал состоятельным человеком. То есть здесь ключевой момент, что вот эти три года их надо выдержать. Потом вы должны сами понимать, что сколько времени вы вкладываете туда. То есть здесь вот этот момент очень важный. И последний важный момент, в какие индустрии вкладываться. Потому что точно так же, как устаревают профессии, да, точно так же, друзья, устаревают и бизнесы. И понятное дело, что если мы с вами планируем открывать, не знаю, там, какой-нибудь магазинчик безидейный, у него нет никаких шансов, потому что онлайн торговля его просто убьет. Соответственно, мы с вами должны выбирать трендовые направления, трендовые крутые направления, которые сейчас драйвят все, весь, все бизнесы. А это три направления. Направление номер один – это образование. Почему? Потому что сейчас, ну, там идут просто тектонические сдвиги в индустрии образования. Потому что люди понимают, что есть термин, да, обучение всю свою жизнь. Потому что нам с вами нужно будет постоянно обучаться, перестраиваться. Обучение должно быть короткое, обучение должно быть интерактивное, творческое. Это очень важный момент. Получается, вот в этом направлении мы с вами, в следующий прямой эфир, ну, наверное, в конце ноября, мы с вами как раз поговорим про образование, про образовательные стратегии, как выстраивать свои собственные образовательные стратегии, чтобы всегда быть на пике, на топе, для того, чтобы постоянно знать, что происходит. Поэтому, если мы хотим зарабатывать деньги, это первое направление, где точно они будут, и где их много, и это невероятно круто. Ну, вот посмотрите, например, на Siberian Challenge, да, мы только сделали этот образовательный курс для своих, там уже зарегистрировано меньше, чем за месяц 13 тысяч человек. Это огромный объем людей, которые обучаются, которые прокачиваются вообще, ну, это круто очень. И надо сказать, что мы будем идти в образовательную, то есть Siberian Wellness будет идти в образовательную совершенно точную индустрию, потому что у нас накоплены колоссальные компетенции в области здорового образа жизни. Второе направление, которое действительно очень крутое, которое сейчас дровит все. Это направление развлечения, почему? Потому что у людей становится все больше и больше времени, они это время куда-то инвестируют. Вот, и естественно, что все, что касается темы развлечения, это второй очень мощный тренд, который сейчас дровит любой бизнес, и туда надо вкладываться. И есть очень много интересных идей, задач, куда вкладываться и где можно расти. И сейчас одно из самых, наверное, направлений интересных, да, это киберспорт, да, это онлайн-игры, потому что люди с удовольствием занимаются этим делом. И более того, ну, я как бы человек, который абсолютно не играет по причине, ну, отсутствия времени полного. То есть если у меня есть время, как сегодня вечером, да, я лучше в театр пойду, сегодня вечером у меня как раз чудесный театральный визит. Но для огромного количества людей киберспорт – это потрясающе интересная игра. Более того, я хочу сказать, что доходы кибериндустрии сейчас – это уже 100 миллиардов. То есть, ну, для сравнения, чтобы вы представляли, вот кино, да, а музыка, вот музыка, она примерно 47 миллиардов. Кино – 39,9. То есть это индустрия, которая в разы уже превосходит, да, она растет дикими совершенно темпами. Это индустрия, где, в первую очередь, там, больше 70% – это молодые мужчины от 24 до 30 примерно лет, они с удовольствием играют. И более того, увлекается все больше людей туда, потому что даже если ты не играешь как игрок, да, ты начинаешь за этим делом смотреть, это невероятно увлекательная история, потому что вот только в августе, там, я бы читала, там, больше 300 миллионов часов было затрачено на просмотр того, как другие играют. Я смотрела интервью, 4 дня назад я на учебе смотрела интервью очень интересного дядечки, который рассказывал о китайской игре «Лига легенд», и он показывал финалы «Лига легенд», то есть там точно такие же удивительные истории, да, когда вот там собирается огромный стадион, да, и люди смотрят финал игры, и выходят киберспортсмены, то есть, ну, спорт здесь, это, например, совсем не тот спорт, который классический наш спорт, и там просто какой-то нереальный совершенно происходит экшен, интертеймент, то есть там люди просто, это просто вообще какая-то феерия какая-то. И люди от этого балдеют, тащатся, то есть эти звезды киберспортсмены, они становятся большими звездами, чем сейчас звезды спортивные. То есть это огромная классная индустрия, крутая, где вот реально очень много денег. То есть мы с вами поговорили про образование, мы говорили сейчас про развлечение. И третье важное направление, которое драйвит сейчас все, это wellness. Почему? Потому что люди хотят жить долго, люди живут долго, и они хотят классно выглядеть, они хотят, чтобы когда им было 40, 50, 60, 70, 80, они были полны силы энергии, потому что эти время очень быстро походят. И более того, наши с вами клиенты, я просто с этим сталкиваюсь очень активно. Вчера как раз у меня был разговор. Я хочу сказать, что сейчас у нас появляются такие осознанные, образованные потребители, которые прекрасно знают, что для того, чтобы классно выглядеть, важно, чтобы ты делал очень много для себя всяких практик, занимался спортом, важно, чтобы ты правильно питался. Вчера как раз я давал интервью, в финале интервью мы поговорили с удивительной этой девушкой, и она сразу задала вопрос, она сказала, «Ммм, сколько вам лет, вы так классно выглядите, что я могу принимать, начинать из Siberian Wellness, потому что я начинаю задавать вопросы, занимается она спортом, есть ли она мясо, что она вообще делает в жизни». И я понимаю прекрасно, что вот прекрасные, осознанные наши с вами клиенты, которые понимают ценность этого всего, и которые с удовольствием будут потреблять продукты, потому что мне нетрудно объяснить, чем вот, например, вот эта вещь гораздо круче того, что продается, не знаю, там, в обычном кафе. Вот, и если мы с вами берем там вторую, нашу там, это вот осознанные клиенты, и с каждым днем все больше и больше и больше, это потрясающая история. Вот, и Wellness, он как раз про них. А если мы берем неосознанных клиентов, да, то есть клиенты, которые без сознания там по жизни живут, то есть здесь вот как раз тот пост, который я писала два, два или три поста назад, да, когда мы с вами видим, что количество, то есть эпидемия ожирения, она просто продолжает захватывать просто мир, и мы понимаем с вами прекрасно, что с людьми нужно работать именно в области питания, их надо, и дети у них рождаются такие, да, вернее, воспитываются такие. Дальше нужно работать в области образования их питания, нужно говорить о том, как правильно питаться, что бывает скрытый сахар, что если производитель пишет без сахара, а сам туда сахарозу, глюкозу, вернее, толкает, так это то же самое, понимаете, то есть говорить о пользе упражнений физических, то есть это невероятная, просто невероятно крутая индустрия wellness, где такое же количество колоссальных денег, даже больше денег, чем образование, чем денег в развлекательной и здесь. То есть wellness это третья вот топовая индустрия. Соответственно, когда, если мы с вами выбираем становиться предпринимателем, нужно брать одну из трех индустрий и думать, что ты уникального можешь там сделать, чтобы обеспечить тот уровень дохода, который позволит тебе здесь и сейчас. И позволит тебе долгие-долгие годы действительно делать очень крутой, качественный бизнес. Вот и почему я говорю о том, что именно с Абериан Wellness мы обязательно пойдем в область образования, потому что именно образование в области wellness, потому что я считаю, что у нас самые крутые компетенции сейчас в стране накоплены, внутри компании больше, чем за 20 лет, да, и более того, они в мировом масштабе очень сильны, вот как показывает наше развитие, да, и международное развитие. То есть мы будем образовывать людей и здесь. То есть, соответственно, мы с вами стоим перед простым очень выбором. Если мы с вами хотим прожить жизнь очень круто и жить ее прямо здесь и сейчас, а не откладывать на потом, тогда или мы должны быть очень крутым спецом, за которым гоняются работодатели, и такие люди, конечно же, есть, и их очень много, и для этого мы должны очень много учиться и себя качать, причем качать очень круто, или мы должны сделать свой собственный бизнес. Я говорила про то, что есть три индустрии, в которые нужно выбирать, где очень много денег, и нужно прокачивать себя, и тогда у вас этот бизнес, и тогда вы будете все всегда в топе. И я говорила про то, что есть очень важные вещи, просто настраиваться их надо на то, чтобы понимать, что все ошибаются в предпринимательстве в оценке сроков, и что три года это минимум для того, чтобы раскачать бизнес. Надо понимать, что очень важно, сколько часов вы будете вкладывать в свой бизнес, и от этого кривая будет идти вот так, или кривая будет идти вот так. И надо понимать еще одну ключевую вещь, что нужно выбирать индустрию, которая будет давать вам реальные, которая будет всегда востребована давать доходы. Я про них перечислила. Поэтому я хочу сказать, что вы знаете, когда говорят про то, что почему нужно заниматься бизнесом или не нужно заниматься бизнесом, у меня даже вопросов нет. Я считаю, что в моей личной жизни бизнес, это, наверное, лучшее, что могло со мной произойти, потому что я знаю, что бизнес научит очень многим потрясающим вещам. Вот вы знаете, когда мне было 20 лет, я была очень неуверенным человеком и очень таким, я бы разговаривала с незнакомыми людьми, ну, таким, как бы, знаете, очень рассеянным человеком. И я знаю, что у кого-то проходят годы, а они продолжают быть неуверенными в себе людьми, и как бы прошли десятилетия, ничего не изменилось. Так вот бизнес, он изменит, даст гораздо больше, чем просто деньги. Бизнес научит решать проблемы, а не бегать от них. Бизнес научит очень простой вещи, что слово невозможно, его, ну, в принципе, нет. Бизнес научит разбираться в людях гораздо лучше, чем любая, чем любые курсы по психологии. Он научит любить изменения и научит рисковать, потому что слово стабильность, это очень плохое слово. Слово стабильность, это означает отсутствие возможностей. А мы живем с вами во время, когда очень много возможностей. Поэтому порадить голову в песок достаточно глупо, сейчас надо этим возможностями пользоваться. И бизнес позволит вам жить каждый божий день здесь, сейчас. И самое важное, оставлять гораздо больше наследия, чем кредиты для своих детей. Выбирайте классную индустрию, дайте себе время, верьте в себя, и у вас обязательно все получится. Вы просто настраивайтесь на классные результаты, все будет отлично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!